Глава региона открыл заседание, озвучив актуальную статистику по ковид-19. Для Ульяновской области Лугель также оказалась тяжелой. В среднем больше 150 зараженных за последние 7 дней. К последнему количеству летальных случаев мы, к счастью, не выросли. Остановились показатели в 13 человек. На прошлой неделе был принят ряд решений, которые многим не понравились. Вызвали раздражение и непонимание. Глава региона подчеркнул, что эти решения являются обоснованными и оправданными. Работодателям сферы образования, здравоохранения, обслуживания и некоторых других надлежит организовать вакцинацию как минимум 80% сотрудников. На мой взгляд, постановление уместное и необходимое. Возможно, даже немного запоздалое. Статистика заболеваемости коронавирусом в Ульяновской области остается тревожной. Показатель заболеваемости населения за сутки на 100 тысяч человек в 1,3 раза выше российского показателя. По итогам прошлой недели область занимает 17 место среди всех субъектов Российской Федерации по заболеваемости. В целом, на территории региона сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Хочу обратить внимание главам муниципальных образований, что прирост заболеваемости сейчас идет в основном за счет административных территорий муниципальных образований. Традиционно на заседании поговорили о темпах вакцинации. В регионе приняты меры по вакцинации сотрудников промышленных предприятий от коронавируса. На 70 предприятиях с численностью более 40 тысяч человек вакцинирован 61% сотрудников. Многие предприятия поощряют тех, кто сделал прививку, премируют работников и выделяют дополнительные выходные. Цель, которую ставит перед собой региональное министерство промышленности, добиться показателя 80% вакцинированных к декабрю. Таких показателей уже удалось достичь на Ульяновском механическом заводе, предприятии «Аэрокомпозит» и ряде других. Я хотел бы обратиться и к руководителям предприятий, и к работникам предприятий, чтобы, учитывая сложную ситуацию, которая сложилась эпидемиологическая, все предприняли меры для вакцинации, поскольку нам действительно надо исправлять ситуацию. На заседании также обсудили вопрос уличного освещения. В марте завершили инвентаризацию наружного освещения региона. По итогам сформировали межведомственную программу, в рамках которой за 4 года необходимо охватить сетями наружного освещения все населенные пункты Ульяновской области. Реализация программы идет в соответствии с установленными сроками. В соответствии с этой программой в 2021 году необходимо было дополнительно установить 10 600 светильников. В настоящее время уже завершены работы по установке 8 200 светильников. Остается буквально 2400 светильников, которые установлены в срок до 1 декабря всего года. Один из вопросов аппаратного совещания был посвящен школьному питанию. В Ульяновской области реализуется президентская программа по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальной школы. Сегодня бесплатные обеды получают чуть больше 55 тысяч младших школьников. Если отдельные классы уходят на дистанционное обучение, дети из многодетных семей и льготных категорий семей получают бесплатные продуктовые наборы. Первый год мы заходили в программу с горячим завтраком. Однако, услышав просьбы родителей и анализируя первый год реализации программы, было принято решение по переходу на горячий обед. Среди других вопросов аппаратного совещания – работа Центра управления регионом, реализация национальных проектов и благоустройство родников.